Сегодня из 18500, которые у нас в плане, в план графики газификации, мы часть заявок не смогли отработать в силу тех причин, что недостаток документов, либо нет технической возможности. Но это не значит, что житель не сможет подать повторно заявку. Он может доделать документы, либо подает заявку в муниципалитет, и мы там понимаем, что туда нужен газ, мы создаем условия для технической возможности, и, соответственно, этот житель будет также входить в программу догазификации. Сегодня хорошая программа и хорошие условия создаются для догазификации, это правительством региона. По распоряжению губернатора Тюменской области в прошлом году дважды был увеличен объем выплат, так называемых социальных выплат, для 43 категорий населения, которые подпадают под разряд малоимущих, многодетных, инвалидов, членов-участников Великой Отечественной войны. И в прошлом году было еще внесено изменение о том, что под эту программу подпадают и ветераны, которые переехали из Хантамансийского и Ямал-Ненецкого округа. Если люди, у кого недостаточно средств на сегодня, они могут оформить субсидию, обратиться в правительство, либо в муниципальное образование по месту жительства, и получить эту субсидию, которая сегодня по распоряжению губернатора Тюменской области составляет 130 тысяч рублей. За 2022 год этой субсидией у нас воспользовались уже 886 человек, получили такую субсидию.